Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Совсем скоро Россия вместе со всей, как говорится, международной общественностью отметит День медицинской сестры. Важная профессия, без которой немыслима совершенно современная система здравоохранения. Но мало кто знает, что эта профессия когда-то началась с трудовых медицинских подвигов нашей землячки. Кто она и как это происходило, об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это отец Роман. Отец Роман, скажите, пожалуйста, почему так получилось, действительно, что многие, я просто сам когда-то услышал от людей, знают, кто такая Флоренс Найтингел, но кто такая Екатерина Бакунина, как-то даже в нашем регионе, к сожалению, далеко не все знают. Знаете, День медицинской сестры, который празднуется в России 12 мая, это международный праздник, и он приурочен к дню рождения. Флоренс Найтингел – это английская сестра милосердия, которая в Великобритании и в Европе считается основательницей профессии медицинской сестры. Она на самом деле очень много сделала для продвижения, внедрения, в здравоохранение того времени такой специальности, как медицинская сестра. А так получилось, что Флоренс Найтингел, вот почему вы сказали международное сообщество, мы сейчас видим, как международное сообщество относится к нам, и какие у нас... По счастью, не все, но тем не менее, в том числе и англичане. В том числе и англичане. И как-то вот обидно, что мы празднуем день медицинской сестры в день рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингел, тогда, когда ее же современники, только наши российские сестры милосердия, оказались основоположницами сестринского дела в Российской империи. Напомним, что во время Крымской войны Флоренс Найтингел вместе с английской армией, которая штурмовала Севастополь, приехала под Севастополь, была Клаве. В основном она проводила время в Турции, в госпитале, в Скутаре, куда ей привозили раненых. И так интересно получается, что наши сестры милосердия, которые работали под руководством великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова в осажденном Севастополе под бомбардировками, под пулями, под обстрелами, и которые сделали колоссальный вклад в развитие и становление профессии медицинской сестры, они практически забыты были. И основоположница сестринского дела в России Екатерина Михайловна Бакунина, наша тверская дворянка, которая заслуживает вот такой чести, первенствующей чести быть у истоков становления профессии медицинской сестры, так получилось, что в советское время этот блок был совершенно выброшен. Ну, по одной простой причине. Все сестры милосердия царской России, они были из благородных сословий. Это были дворяне, дочери купеческие, а все основательницы сестринских общин, это были великие княгини, баронессы, то есть очень статусные личности по тем временам. Ну, а мы новый мир построим. И помните, как и к царским генералам как относились, как к сатрапам. И все, что носила печать дворянства, оно было выброшено, особенно в первый период советской власти, за борт. Знаете, есть такой указ, очень интересный министр здравоохранения, первый министр здравоохранения РСФСР, Семашко, от 1921 года, указ о ликвидации всех общин сестер милосердия. И он пишет, что равно ликвидируется слово милосердие. То есть это, ну, как-то так сейчас это комично воспринимается. Ну, для времен военного коммунизма это более чем логично, потому что советская власть, к сожалению, была далеко не милосердна. К своим же, сам говорил, ладно бы еще к дворянам, к крестьянам и рабочим зачастую. И, кстати, этот шлейф, кстати, тянется, помните, знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя», где Шарапов и Жеглов сидят у Зиновия Герта, и они рассуждают диалог. А вообще кино называется «Место встречи изменить нельзя», а книга-то называется «Эра милосердия». И Герта именно, он один из центральных персонажей этого романа, потому что он говорит замечательную фразу там, он рассуждает о милосердии, что вот после войны, жестокой войны, страшной войны, я уверен, что наступит эра милосердия. И вот, знаете, как вспоминается этот приказ Семашко, и Жеглов говорит «Милосердие – это поповское слово». То есть такое даже пренебрежение было, даже к само этому слову, понятно, откуда это шло. И нам сейчас, особенно когда идет специальная военная операция, когда мы переосмысливаем многое, что происходит в истории, в отношении с западом отношений, и мы празднуем день медицинской сестры, день рождения английской сестры милосердия, которая воевала против нас на той же самой Крымской войне. Ну, как-то, не знаю, странно, обидно, горько. Но это все равно, чтобы мы праздновали День Российской армии, я не знаю, в день рождения Наполеона, ну, примеру, или Фридриха Великого, Великого полководца, якобы. Других били мы неоднократно. Да, и мне кажется, сейчас наступает такое время, когда можно и этот феномен переосмыслить. И причем это не новость какая-то. Великий русский хирург Пирогов, который блестяще подготовил этих сестер милосердия и поставил их впервые в мировой практике за операционные столы и в Севастополе в 1855 году родилась профессия медицинской сестры, профессиональной медицинской сестры, не сиделки, не сестры милосердия, которая ухаживает за прооперированными бойцами, а которая сама участвует в медицинском процессе. И вот Пирогов просто был всегда возмущен, когда говорили о Флорезне Тингейла, писали о ней в газете, возвеличивая эту даму. Он просто, у него есть такие целые письма, он писал из Севастополя, он просто был возмущен этим, насколько не учитывает труд наших сестер, и общество, находясь в состоянии войны, все равно продолжает возносить на пьедестал западные ценности. Часть общества, не все. Ну да, часть общества. Вам это не напоминает современные времена? Ведь то же самое. То же самое. И противник, в большей степени, тоже и война, где-то идет боевые действия на юго-западе, и тоже находятся в нашем обществе люди, которые преклоняются перед западом, превозносят, вот прям ничего не поменялось. Вот хотя, знаете, вот история сестеринского дела в Российской империи, если просто окунуться и почитать, ну это примеры такого героизма, такого самоотверженного труда. Ну вот та же наша, Екатерина Михайловна Бакунина, ну представьте, она была дочерью губернатора Санкт-Петербурга. Казалось бы. Ну уровень, статус. Могла на Невском проспекте в ресторане сидеть и хрус французской булки, что называется. А ее дедушка был Иван Лондович Голенищев-Кутузов. Это тот самый род Кутузовых, из которого вышел знаменитый наш фельдмаршал, который, кстати, воспитывался в доме дедушки Екатерины Михайловны Бакуниной, потому что он рано остался сиротой. И вот такой человек, дочь губернатора, она едет простой сестрой милосердия на Крымскую войну, в осажденный Севастополь. Грязь, кровь, тиф, все различные заболевания, трудности, не поесть, не попить, не помыться. Прекрасно описанный Толстым как раз. Да, Лев Николаевич Толстой, Севастопольские рассказы, все это прекрасно описал. И вот неужели мы не можем подражать тем людям, которые просто прославили нашу Россию и профессию медицинской сестры так, как ее не прославил никто другой. Да, удивительно, действительно, что сейчас, к сожалению, мы не можем представить, чтобы дети губернатора какого-нибудь там область, тем более столичных регионов, вот взяли и поехали, и не просто там какими-то свадебными генералами, а вот именно в самую, что называется, грязь, которой сейчас на фронте полно. Скажите, так когда, на ваш взгляд, наша фирма полтора минуты буквально подходит к концу, вы предлагаете, в какой день отмечать День медсестры? У меня, знаете, тоже такое журналистское приложение. У нас журналистов, как мы шутим, не один праздник, есть День Российского, Международный и так далее. Почему действительно, если уж так, ну, сильна традиция, из пись слов не выкинешь. Медики привыкли, я уверен, празднуют, 12 мая привычка. Медсестры. Медсестры, ну, они же медики. Когда вы предлагаете, допустим, пусть будет два праздника, День Русской медсестры учредить? Ну, День Российской. Медицинской сестры. Знаете, ну, конечно, Тверская область, поскольку это то место, где жила, трудилась и похоронена Екатерина Михайловна Бакунина, одна из основателей сестринского дела в России, конечно, было приятно бы, если бы День Российской медицинской сестры был как-то связан с ее именем. Но у нас было очень много российских сестер и милосердия. Бакунина была не одна, хотя она такая лидер была. И, конечно, здесь надо подключить все регионы, чтобы они высказали свое мнение, свое отношение к этому. Прежде всего, корпорации современных, медицинских сестер, ассоциации медицинских сестер. Чтобы они решили сами. Чтобы выработать какой-то день, неважно какой будет, но главное, чтобы нам вернуться к нашим истокам, к основанию профессии медицинской сестры в России, в Российской империи. И вспомнить, по слову Николая Ивановича Пирогова, именно наших сестер милосердия, которые, ну, самоотверженно трудились, основали эту профессию медицинской сестры. Многие погибли на фронтах, исполняя честный свой долг. И вот в память о них, о российских сестрах милосердия, и должен быть российский день медицинской сестры. А может даже, знаете, если, я понимаю, на всероссийском уровне это не просто, что называется, продвинуть, а может даже сделать день Тверской медсестры, к примеру. Ну, региональный праздник там. Почему бы и нет? Если, мне кажется, на этом уровне, все-таки у нашего региона есть возможность сделать день Тверской медсестры. Тем более, как вы, дорогие телезрители, слышали, такая выдающаяся личность, как Екатерина Бакунина, она наш земляк. Это очень важно. Нам в этом плане повезло. Спасибо большое, отец Роман. Мы говорили сегодня о медсестрах, об истоках становления этой профессии. Как вы слышали, у моего собеседника Тверская область имеет к этому делу непосредственное отношение, как вся наша Россия-матышка. Поэтому спасибо медсестрам и медбратьям, что они у нас есть. Была программа «Тема дня. Комментарии». До новых встреч.